Восновый блог, события, строго говоря, уже вчерашние, но эта новость, конечно, пролог к целой цепи событий. Речь, конечно, об отставке Терезы Май. Позвольте себе поделиться некоторыми личными наблюдениями. Да, у нас в программе выходили интервью с много с кем из ее однопартийцев, с тем же Борисом Джонсоном, который теперь, конечно, будет претендовать на пост британского премьера. Но и Мэй я как-то наблюдал в той обстановке, которая раскрывает ее даже нечто лучше, чем узнаешь в интервью. Но особенно зная эту фирменную черту англосаксов во время формальных выступлений «держать лицо». Дело было в Нью-Йорке, где перед тем, как выйти на трибуну Генассамблеи ООН, Мэй готовила выступление в комнате за президиумом. А я в той комнате ждал другого интервью и просто из-под тяжка за ней понаблюдал. Ну, практически в частной обстановке, больше в комнате никого не было. В общем, как бы она потом не прославила своими неловкими подтанцовками и так далее, могу свидетельствовать. Это крайне организованный и собранный человек. Видели бы вы, как она работает с документами. Машина. Я, кстати, не соглашусь с теми, кто говорит, что она растеряла доверие общества. Рядовые-то англичане ей скорее сопереживали, когда она, женщина, надо сказать, что именно мужественно взвалила на себя свою раздробленную партию. Но вы ведь вспомните, ее предшественник Дэвид Кэмерон вроде бы выглядел очень так по-премьерски. Но когда он затеял референдум по Брекзиту, то, похоже, думал, что занимается увеселительным пиаром. А обрек партию и страну на такое, что Мэй еще нужно было решиться пойти в премьеры. На Мэй были надежды. Все-таки за плечами у нее рекордная многолетняя работа в МВД, кураторство над спецслужбами. Кстати, не будем это забывать в контексте дела Скрипалей. Но на самом деле британское общество разочаровано во всем политическом классе. Даже под сочувствующими взглядами, даже такой тертый калач, как Мэй, так и не смогла преодолеть. Преодолеть своих родных Тори, а их после Брекзита просто несет. И преодолеть тот пад, который сложился во всем британском парламенте. Впрочем, это во многом из-за ошибочного решения самой Мэй провести досрочный выбор в 2017 году. Оттуда пад. Итог вчерашнего выступления, где она явственно расплакалась. Ну, а как тут держать лицо? Конечно, по-человечески интересно, кто же теперь станет следующим премьером одной из пяти официальных ядерных держав. Впрочем, главное сейчас в системных вопросах. Над уже, над тоже уходящим сейчас главой Еврокомиссии, Элексембуржесом Жанном Клодом Бюнкером, иногда шутят. Но еще до отставки Мэй, он на полном серьезе ведь сказал в четверг. Вместо того, чтобы решать проблемы с Брекзитом, в Лондоне решили заняться кадровыми, точнее карьерными делами. И он выразил, в общем-то, общее раздражение на континенте. Между тем, по ходу дебатов, парламент Вестминстера постановил, что вообще без сделки выход из ЕС невозможен. То есть, даже если королева вызовет к себе, чтобы назначить следующим примером, ну, какого-то самого упертого Брекзитера, то она или он просто так хлопнуть дверью-то уже не сможет. Как следствие, все это означает, что британский политический класс и пишущий класс просто обязаны сейчас занять такую позицию, чтобы доказать свою незаменимость. Незаменимость союзникам уже не по Евросоюзу, а по НАТО. А значит, что касается Украины, то тем более интересно, что сейчас они на Западе пишут не столько в Америке, сколько в Лондоне. Украина ведь главный раздражитель-то. Но про это после рекламы. Тогда же про неизвестный второй фронт и наш репортаж про Африку. Вернемся вот-вот. Вот-вот они вернутся. Буквально Сергей Брилев печется о своей хозяйке Терезе Мэй. Ведь мы все знаем прекрасно, что Сергей Брилев поданный Ее Величество. А в Англии хоть и есть королева, но давным-давно уже правит премьер-министр. Пока еще, несмотря на то, что Тереза Мэй объявила отставки, именно она премьер-министр. И вы знаете теперь, как надо обращаться к Сергею Брилеву, если вы вдруг увидите его где-то там в Москве или где-то по Европам на редукционных заданиях? Подойдите к нему и скажите «Здравствуйте, Брилев! Сергей Брилев! Мое имя как в Бондиане!» А еще вот, еще один прикол. Можно попросить у Брилева коктейль смешать, но не взбалтывать. Точнее, вынудить его попросить этот коктейль у вас, если вы вдруг бармен. Это альтернативные вести в субботу про Великобританию. У нас обязательно будет, но также будут и другие незаметные темы. Какие же, вот какие, беспрецедентный случай секс-скандал с российской шпионкой и председателем партии Себастьяна Курца «Австрийская свобода». Тут надо подчеркнуть, что сам Себастьян Курц не был заснят на этой видеопленке, которая легла компроматом в парламент. Но, тем не менее, он представлял ту партию, лидер, который нагло трахался, уж простите, с русской шпионкой, которая имеет латвийский или литовский паспорт. Ограниченно негоден, Минобороны готовы ужесточить правила призыва. Теперь с любыми диагнозами откосить не получится. Если у вас там какой-нибудь диагноз типа шизофрения или плоскостопия, вас отправляют не в воинскую часть и не говорят, что вы негоден, а вы такой, выходите из команды такой, фу, и давай гулять, тусить. Нет, теперь все будет так, раз ты негоден, то за тобой приедет скорая и отвезет тебя в больничку, вылечит тебя или сделает вид, что тебя вылечит и вновь на призывной пункт отправит. Я совершенно серьезно говорю. Как и обещал, Тереза Мэй объявила об отставке. Последствия этого обсудим. Хрень пропустили. Как Россия оправдалась за позор и унижение с финской сборной. У нас не так часто хоккейные новости, но обсудить есть что. И вообще спортивные. Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке. В 74-й школе главного города Владивостока прошла БДСМ-вечеринка. А вот как дети сейчас отрываются. Не то, что мы, даже поколение 90-х. Ну и начнем с последнего. С этой скандальной вечеринкой, посвященной последнему звонку выпускников школ во Владивостоке. Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке. И куда ни взгляни, в эти майские июньские дни всюду пьяные ходят они. Вы думаете, это строчники поют про дебиль? Уже давно нет. Этот стишок давно уже про выпускников школ, а не про армейских дембелей. Так, во Владивостоке, да. В школе номер 74. Пошли еще дальше, нежели чем просто валяться пьяным около фонтана. На выпускной и последний звонок. Десятки переодетых выпускников в костюме БДСМ, а точнее в костюме мальчиков, зайчиков, как тут не вспомнить. И ну погоди, и вот эту пародию в большой разнице на программу на ночь глядя на Эльдара Бермана и Бориса Жендарова, когда их тоже в этих самых костюмах цикала представлял. Ну, для тех, кто не знает, костюмы БДСМ, так сказать, для жесткого секса, для жесткого порно. И вот, выпускники 74-й школы в этих костюмах пришли. Но, если бы просто постояли в сторонке, а то ведь нет. Разбрасывали разноцветные краски, танцевали, но что самое главное, распыляли огнетушители. Это самое главное преступление в России. И, конечно же, безусловно, вот негодники всех в Сибирь, все в Новый ГУЛАГ, в СИН, всех в лагеря, в лагеря, расстрелять, расстрелять кидриней фени всех выпускников 74-й школы города Владивостока этого года. Прямо на входе в школу, говорят нам, патриоты России. Однако, ТОН задали такому празднеству даже и не выпускники, и даже не те, кто за моральные устои нации, А в том числе и чинуши, конкретно мэр Владивостока Олег Гуменюк, который оговорился по Фрейду и отправил выпускников школ города Владивостока. Дальше следует его цитата. В последний путь! Ура, товарищи! Вот и выпускники школы номер 74, слова, а точнее посыл мэра отправиться в последний путь, восприняли как руководство к действию и напоследок устроили то, что устроили. Короче, во Владивостоке сейчас точно не скучно. Мэр Олег Гуменюк прекрасно знает ситуацию на российском Дальнем Востоке и ситуацию в соседних Китаях и Кореях. Поэтому, как честный человек, российским выпускникам он пожалел отправиться в последний путь. Не в плане том физическом. Ну, то есть, не в плане того, что человек отправится в последний путь, а потом его ждет немедлая смерть, а в плане гражданина России, чтобы потом выпускник школы номер 74, который удачно станцевал в костюме для жесткого порно, и, будем откровенны, этого самого выпускника и выпускников школ за это же зачмырили, отправиться в другое после выпуска в школе, после последнего звонка, отправиться в какой-нибудь, например, китайский международный институт или корейский международный институт, в общем, туда, где его не чморят, туда, где их не чморят за те костюмы, которые они выбрали отпраздновать свой выпускной вечер. Хотя это последний звонок. А что будет на выпускном, страшно подумать. Почему, значит, Олег Гуменюк пожелал детям, выпускникам школ отправиться в последний путь как гражданинам России, потому что в России полно элементарной халатности, разгильдяйство, коррупция, плохая экология и еще чего-нибудь. Так что выпускникам российских школ во Владивостоке, они прекрасно понимают, что им будет житься на этом самом Дальнем Востоке очень не сладко в ближайшие 20-30 лет, даже если все будет хорошо с Дальним Востоком России, они видят, в пример, развитие Китая, Кореи и Японии. И как вы думаете, они захотят остаться после того, как их зачморили? Но на самом деле, вот тут написано, что костюмы для жесткого порно в пропагандистской статье РИА Новости, на самом деле, ну, это как бы, да, голое мужское тело обнаженное у выпускников школ на линейке, и да, вот такая специальная диорама с ушами. Но это вовсе не говорит о том, что это для жесткого порно. Это уже рассмотрели то, что рассмотрели пропагандистские СМИ в действиях выпускников школы номер 74. Поэтому мне жаль директора школы, Карину Федотову Пугину, которая оправдала свою фамилию Пугина, испугалась наказания властей за то, что она наглой, цинично позволила своим подопечным небывалую роскошь. Нет, речь не идет про БДСМ, костюмы, пресловутые, на последний звонок. А речь про то, что она позволила выпускникам школ приходить на выпускной в тех костюмах, в которых они хотят провести последний звонок сами ученики ее школ. Пугина дала то, что непозволительно давать сейчас со стороны властей гражданинам России, тех, кто уже через год станет гражданином, или тех, кто уже стал гражданином. Эта вольность Пугина дала своим ученикам «Приходи в том, в чем захочешь». И они такой цирк устроили. И за это Пугина расплачивается. В условиях, когда даже в детском саду заставляют детей ходить в строем, и в условиях, когда на 9 мая на детей напяливают в военную форму, позволять выпускникам школ приходить в чем угодно и разбызгивать краски, это приравнено к преступлению против государства. Ведь у нас есть духовные склепы. А ученики этой школы с одобрения директора школы Галину Федотову Пугиной не соблюдали, мягко говоря, эти самые духовные склепы на выпускном вечере, за что директор и поплатился. Помню, как нас учили, ну, в смысле, одеваться на выпускной вечер. Белый верх, черный низ. И попробуй пикни директору, что хочешь надеть в школу другой костюм. А тут Пугина сказала что-то типа, сами решайте, в чем приходить. И пришли в костюмах мальчиков-зайчиков, мальчики, и в костюмах полицейских девочки. Выпускники школ номер 74 города Владивостока, устроив таким образом Галине Федотовой Федотона горе. Я уверен, что в современной школе даже это произведение Корнея Ивановича Чуковского даже никто и нахрен не читал. При уровне образования. То есть Галина Федотова позволила свободу в одежде выпускникам своей школы и свободу выбора, как проводить свой последний звонок, что недопустимо в современном российском обществе, когда даже детей в детских садах заставляют ходить строем на 9 мая. Дальше можно спорить о том, а где граница дозволенного, и почему ученики, выпускники подвели своего директора, и какое наказание они заслуживают за то, что распылили огнетушитель. Ну а во всех этих действиях, как бы сказали следователи, высокого ранга нет состава преступления, чтобы увольнять директора школы. Да, это строгий выговор ей. Да, с занесением личного отдела. Но увольнять директора за такое, за то, что она позволила своим ученикам ну немножко пошалить, как Карлсону в свое время позволяли пошалить, и это чересчур жестко. Это чересчур жестко. И, кстати говоря, эти самые выпускники, горе-выпускники школы номер 74, которые теперь прославились на всю страну, и которых лично я, Денис Кривошеев, как сын учительницы школы номер 170, города Сломары, тоже славлю, стали защищать директора. И это абсолютно правильно. Конечно же, Галину Федотову ясное дело, что она не сама, как бы сказать, написала заявление об отставке, а под давлением департамента образования, чтобы выглядело так, чтобы выглядело так, как сама уволилась на фоне скандала. Ну, конечно, я все прекрасно понимаю, как это происходит. Из департамента звонок говорят такие слова, типа, а что у вас за беспредел? Вы прославились на всю страну? Давайте-ка по-хорошему, значит, вы увольняетесь, а мы вам льготы сохраняем. К примеру, так же произошло и в этой истории. Ну, под давлением департамента образования уволили директора. Полиция, которая завела на Карину Федотову дело, я пока, кстати, так и не понял, какое, то ли уголовное, то ли административное, но, тем не менее, все-таки какое-то дело на Карину Федотову директора школы завела. Тут тоже интересно, не из-за БДСМ-веченьки, не за нарушение учениками, пока еще все-таки учениками ее школы норм морали и нравственности, а из-за как раз того, что одна из учениц, которая не хотела разделять секс, предпочтение своих сверстников, своих одноклассников, пришла на выпускной костюме полицейского, которая, внимание, этот костюм, внимание, она купила в официальном магазине спецодежда Приморья. Вот, как всегда, сначала МВДшники продают свою форму всем, кому не лень, а потом за это же и наказывают людей. Это просто поразительно, просто офигеть. А деньги, за которые ученица заплатила за костюм, так МВДшники не вернули. То есть, вы представляете, да, вот эта ученица пришла, короче, в магазин спецодежды, купила костюм полицейского, потом ее за это же оштрафовали, костюм наверняка изъяли, а деньги не вернули. Это же двойная выгода этим ментарским уродом. И причем это же просто вот до чего в таких говноформах срастился теперешняя Россия с советской Россией. Когда с одной стороны, если ты служишь нормально закону, нормально, ну в смысле ты идешь на службу, чтобы отборных убийц и реальных негодяев ловить, а не девушку, которая пришла на выпускной в милицейской форме, то тебя заставляют купить костюм. То есть тебе не выдают. То есть тебе государство ничего не выдает. Ни костюм, ни где-то даже пистолет, а тебе придется, а тебе приходится самому покупать все за свой счет. Но тогда возникает вопрос, а нахера я буду служить на такое дерьмовое государство, которое даже меня не может обеспечить спецодеждой ради того, чтобы я исполнял и принуждал других к исполнению законов этой же самой страны. Просто поразительно. А потом удивляемся, почему же в одной из школ Марии Эл также на последнем звонке избили депутата от единой России. Ну, удивляться тут нечем. Единая Россия отбирает у детей праздник, заставляя их в школах и детских садах ходить строем в одинаковых костюмах, позволяет покупать военную и полицейскую форму посторонним людям, и потом за это же с них стричь штрафы, извлекая таким образом двойную выгоду, а военных и полицейских наоборот заставляют покупать форму вместо того, чтобы бесплатно им выдавать. В итоге школьники, вчерашние школьники, а теперь уже выпускники, берут власть, что называется, в свои руки и нападают на депутата от Единой России Екатерину Вахирову только за то, что она представляет партию власти, которая всех уже достала, партию жуликов и отборных воров мразей. Да, лично Екатерина Вахирова может ничего плохого и не сделала, она может быть 150% честный человек, но дело в том, что она как член единой России в ответе за тех волков, которые принимают законы, направленные против молодежи. И один из них мы сегодня разберем, точнее поправки, в закон о военной службе. И молодежь чувствует, что Единая Россия направлена не... Ну что, Единая Россия и ее представители выступают в школах, в лицее, в гимназиях не с целью как-то помочь выпускникам определиться своей будущей профессии, где-то там помочь с репетиторами бесплатно, а наоборот сгоняет выпускников в школу вот эти самые пункты сдачи ЕГЭ заставляет три часа, ну если не в панике, то в большом гигантском стрессе сидеть, это вот такая что там 50-летнему чуваку, а, ну что такого, ну сидит там девочка, мальчик там за экзаменом три часа, ну четыре часа, ну 18-летний уже, да, да, ребят, но это для 18-летних же очень большой стресс, и одна девочка уже погибла от ЕГЭ, вы знаете, я небольшой сторонник советских стандартов в образовании, но отдаю себе отчет в том, что действительно экзамен в советских школах и гимназиях был праздник, был праздник, а не трава, и да, журили за разбрызгивание ну красок, за может быть нестированную форму, но не доводили все дело из-за этого до полиции, тогда милиции, тогда милиция в школе, если и проходила, то было реальное избиение учеников школ, а не разбрызгивание красок и хождение в форме для жесткого порно, с кем полиция воюет, с выпускниками, а, ну позор, позор, он прав, Олег Гуменюк, мэру Владивостока, который проводил этих самых выпускников в последний путь, ребята, дорогие выпускники этой школы, найдите какой-нибудь институт, университет за границей этого убогого государства, пока у власти вот эти вот самые единороссы, которые теперь уже получают по башке, как Галина Вахирова в Мариэл, когда приходят на последние звонки. Какую-то хрень пропустили, ну, кстати, так можно сказать и про выборы 2000 года, в России президентские и парламентские. Какую-то хрень пропустили. Это слова одного из форваров сборной России по хоккею Михаила Сергачева. Вы знаете, у нас не часто обсуждаются спортивные новости, но шутятом того, что теперь в России хоккей больше, чем хоккей, с этого начала игры номера 11 в сочинских галоматчах ночной хоккейной лиги, почему бы и не обсудить поражение сборной России по хоккею, а так как у меня программа общественно-политическая в полуфинале обсудить поражение, я буду обсуждать матч с этой точки зрения. Итак, что же такое Финляндия и как они посмели в наглую обыграть нашу Dream Team могучую красную машину? Ну, во-первых, Финляндия как страна не развязывает войны соседними странами, не пытается изолироваться от других европейских стран, не кричит, что она какая великая страна на весь мир, и болельщики Финляндии не требуют от нее обязательного золота, обязательной победы в каждом матче, как это требуют российские высокопоставленные в том числе болельщики. Так и чтоб только в противостоянии с Канадой и США были достигнуты результаты. В этом плане забавно было наблюдать за реакцией условных патриотов России, когда Россия обыграла в четверть финале США. О, что тут началось? Люди радовались, говорили, теперь мы и на Луну полетим, ну я имею ввиду выступление Рогозина в МГУ, и цены на колбасу снизят. Не понимают, что у США собрана не лучшая хоккеиста, а только те, кто не смог выйти и побороться в финале за кубок Стэнли. Тем не менее, с трудом на США обошли. А в полуфинале спотыкнулись у финнов. Почему же? Какие еще причины проигрыша сборной России? В Финляндии зорко следят за лесодобычей и лесозаготовкой. Там не гонят кругляк в Китае, как у нас. Там не такого, что по серым схемам деревья выводятся в соседнюю Швецию, например. А чтобы это скрыть, поджигают леса. Как у нас это делается в Забайкалье. В Финляндии такого беспредела нет. Все компании, которые занимаются лесом и лесодобычей или лесозаготовкой в Финляндии, финское правительство заставляет их взамен вырубленных деревьев сажать новые, элементарная же логика. Сколько ты вырубил, столько, будь добр, новых саженцев и посади. А у нас это есть. У нас это... Даже Путин вообще молчит про экологию. Вообще. А уж про деревья и подавно. Ему насрать на березки. На... Он признает только одно дерево. Называется тополь и тополем. Проблема состоит в том, что при, казалось бы, военной действительно крутой мощи России, Россия может загнеться от того, что... Может так случиться, что деревьев-то и не будет. Пожары, которые специально устраивают, чтобы скрыть лесодобычу по серым схемам, неумение тушить такие пожары. Ну, все может быть, короче говоря. Это вот так кажется, что в тайге, в Сибири леса завались. Давно уже не так. А финнов, у финнов леса, леса, наоборот, много и завались, потому что в Финляндии жесткие нормы по лесу заготовки. Жесткие не означают жестокие и бесполезные, как у нас в России. Там действует, с одной стороны, элементарная логика, которая всем понятна, компаниям, которые добывают лес. Это, с одной стороны. А с другой стороны, жесткие контроли государства. Все. А у нас вот такие вот непонятные законы, что считать лесом, а что считать маленькой опушкой, а может, вот этот вот маленький лес там принадлежит не министерству природы, а министерству сельского хозяйства, потому что, видите ли, вот этот маленький лесок, к примеру, находится около поля, где колхозники сажают свои сельские культуры. У нас нет чутких вот этих вот правил, кто следит за деревьем, но егеря, но их мало. Значит, что им делать при обильном пожаре, потому что вызывать МЧС не всегда получается, но это мы уже отвлеклись. Ну, короче говоря, финанское правительство жестко следит за своей экологией, и как итог, в Финляндии воздух в разы чище, чем в России, а раз воздух в разы чище, соответственно, спортсмены бегают быстрее. Это же все же элементарно. Это неизвечный спор о том, какие плохие НХЛовцы приехали, а давайте-ка мы сборную СКХЛ составим, пусть выигрывает. Нет, дело не только в том, не в этом. Это все так можно просто объяснить, что вот у НХЛовцев там у них хреновый сезон был, они приехали, вытыхлись в полуфинале и проиграли. Нет, НХЛовцы тоже не фонтан. Вот, хотя бы Никиту Кучеров, это все-таки из НХЛ, Кирилла Капризова. Ну что, он забросил в Финляндии, он из НХЛ, он действующий чемпион Кубка Гагарина, он забросил шайбу в матче в Финляндии? Нет. Значит, проблема не только в том, что, а как это так наладить взаимодействие НХЛовцов с КХЛовцами? Нет. Дело еще в жестких стандартах экологии Финской Республики. И поэтому они показывают такой результат. Это как бы раз. Еще одна причина, почему поиграла сборная Россия, это финское образование. Финны отказались от ЕГЭ и других западных стандартов и приняли у себя с доработками советскую систему образования, где даже троечники и двоечники решали больше задач, чем сейчас решают отличники и стубальники по игре в России. И, кстати, финны чтят Владимира Ильича Ленина, который что говорил? Учиться, учиться и еще раз учиться. А не говорил, давайте-ка мы литературу у нас сегодня не будет, мы будем готовиться к экзамену. Дети, давайте заполнять клеточки. Финны обходятся еще, добавок, беспоказушные, в том числе и в спорте, пропаганды на ТВ. Понятно, что Ленин дал финам независимость от России, но тем не менее высокие стандарты финской экологии плюс советские наработки на вооружении финских, в том числе и спортивных школах, дают Финляндии высокий результат. Финны действующие чемпионы мира. А мы даже с трудом Чехов обыграли в матче за бронзовые медали. И в этой связи, конечно же, унизена сборная России, которая последний раз становилась чемпионом мира по хоккею в 2014 году, как раз тогда, когда санкции еще не были против России за аннексией Крыма и за развязанной войны на Донбассе, не были введены по полной мере. Как раз в 2014 году Путин начал участвовать в этих покадушных галоматчах в Сочи. Получается, и здесь виноват Владимир Владимирович Путин. Но не о нем сейчас речь. Если чисто спортивно объяснять прогрош сборной России, то вот что. Финские клубы принимают участие в Европейской хоккейной лиге и соревнуются с другими хоккейными клубами по всей Европе. А у нас в России на это действует запрет, ибо хоккейные функционеры захотели создать наш аналог НХЛ-КХЛ континентальную хоккейную лигу, или как я ее называю кабальную хоккейную лигу, создать-то создали. Но хоккейных клубов в ней меньше, чем в НХЛ и даже меньше, чем в ЧХЛ. Ну, это европейская хоккейная лига чемпионов. То есть, самые сильнейшие финские клубы участвуют в аналоге футбольной лиги чемпионов с хоккейными клубами по всей Европе. А у нас Червяченко, руководитель КХЛ, запрещает тому же ЦСКА, СКА, Акбарсу, Авангарду участвовать наравне с биться за европейский кубок наравне с европейскими клубами хоккейными известными, такими как светский ХВ 71, шведская Фрилунда, что там есть еще, швейцарский Довоз, конечно же, и заставляет Червяченко вместо того, чтобы участвовать с ними за хоккейную корону в Европе как бы вариться в собственном соку, где лишь ЦСКА и СКА может конкурировать с собой наравне. В итоге мы получаем эффект то, что КХЛ это плохая копия НХЛ, и как проект КХЛ пока проваливается, вот пока проваливается, потому что была амбициозная задача в КХЛ затащить больше клубов, чем это есть Национальной Хоккейной Лиги. В КХЛ 27, уже 26, даже, по-моему, 25, а в НХЛ 31. В НХЛ 31 в Европейской Хоккейной Лиге принимает участие примерно 32 клуба. То есть Европейская Хоккейная Лига, мы не берем качество матча, это отдельная тема, но конкуренции больше, чем у нас в КХЛ. Вот об этом надо подумать функционерам, конечно же. Надо разрешить клубам, хоккейным клубам из России участвовать в других соревнованиях с лучшими клубами Европы, из Чехии, Финляндии, Польши, Швейцарии и т.д. и т.п. Но нет, руководство КХЛ хочет грести бабло только о двух клубах, которые конкурируют между собой от СКА и ЦСКА и Ани развивать хоккей. Эти самые клубы убийцы российского хоккея, которых спонсируют вот так совпадение две самые крупные государственные корпорации нефтегазодобычи, получают то, что получают результат. Наши сборы не первое и даже не второе место. Афины выезжают и показывают класс со счет частных хоккейных клубов без государственного участия. Отдельно хочется поговорить про наших НКЛовцев Малкина, Вечкина и прочее. Я так понимаю, что происходит там за Кианом. Если ты будешь плохо, не в полную силу играть, то можешь и вылететь с НКЛ в какую-нибудь второсортную лигу типа НКЛ. То есть если когда там ты играешь в НКЛ, ты играешь хорошо. Почему? Не потому, что тебе платят большие деньги, а потому, что если ты будешь плохо играть, на твое место придут 150 игроков из европейских хоккейных клубов, и ты потеряешь, как бы сказать, высокое положение в хоккейном мире. А когда ты играешь со сборной, даже если ты проиграл, даже если ты даже не выжил в плей-офф чемпионата мира, ну и что, и что, на следующий год будут соревнования, а если ты будешь плохо играть в НХЛ, ты останешься без контракта, это уже другая мотивация, тоже об этом надо подумать третику. Потому что наши НХЛовцы относятся к сборной так, ну проиграли и проиграли, тьфу-тьфу-тьфу. Конец же карьеры не наступил. Пора также подумать о смене главного тренера, Илья Петрович Воробьев в решающий момент, когда проигрывали 0-1, даже не стал ничего делать, а все спихнул на своего помощника, который в тайм-ауте разъяснял нашим шести нападающим, которых выпустили на лед, как надо забивать ответную шайбу финнам. И когда Илья Петрович Воробьев выпустил шесть наших нападающих, неважно из каких лиг они взяли, да и не забили. Такой вот политический хоккей. Финны перед матч начали вспоминать тот самый 37-й год, где также всунулись в Финляндию подумали, правда не хоккеисты, а военисты. Подумали, да сейчас мы финнов раскачем, раскатаем, а не тут-то было. В итоге чуть не проиграли войну и закончил все подписанием мирного соглашения. Финнов с победой! Россиян с унизительным проигрышем вашей хоккейной сборной. Терезия Мей вот она печальная, печальная, печалька, печалька. Терезия Мей объявила об отставке. Она покидает после лидера своей родной консервативной партии 7 июня на продолжу исполнять обязанности премьера министра Великобритании до избрания преемника. Важное решение для тех, кто думал, что Тереза Мей это новая мага Тэтчер и для тех, кто в принципе за патриархат в целом и в политике в частности. На примере Терезы Мэй мы с вами прекрасно видели, как женщина не справилась с ролью лидера нации. Причиной отставки Мэй официально стала невозможность провести через парламент соглашение с ЕС об условиях Брэкзита. Это когда Британия формально выходит из ЕС, но границы с ЕС открыты для беспошлиного ввоза и вывоза товара. Вот такой Брэкзит парламент не поддержал и наставил на более жестком варианте выхода Британии из Евросоюза. Правда, в таком случае головы вновь поднимут северо-ирландские сепаратисты. Вы это знаете из программы Вести в субботу Сергея Эмбрилёвым, но вы не знаете, что они поддерживаются Москвой именно с этой целью. Лично Путин. Плюс еще не известно, что будет в Шотландии. Жители которые проголосовали за против Брэкзита Тереза Мэй не хочет брать на себя ответственность за судьбу Британии и вообще быть главой консерваторов в то время, когда Британия на пороге больших перемен и заменений связанных с выходом из Евросовка. Это все равно, что быть главой хипстеров в самый разгар Сталинградской битвы. Тереза Мэй не смогла справиться с парламентом. Это ее официальная причина отставки. Неофициальная причина отставки Мэй это, конечно, то, что при наличии море доказательств кабинет Терезы Мэй не смог выиграть ни одного дела и даже доказать своей общественности то, что все-таки Россия отравила нашего предателя из ГРУ и их агента Мишесь Сергея Скрипаля и ее дочурку Юлию Скрипаль устроив применение химического оружия в самом центре Британии кабинет Терезы Мэй не смог даже юридически это оформить на падение на жителей британских городов Солсбери и Эмсбери российских шпигунов Петрова и Баширова Чиппигу и Мишкина при помощи химоружия. То есть, вы вдумайтесь, кабинет Терезы Мэй при том, что там очень много доказательств и чек в такси из ГРУ в аэропорт Шереметьево и вот этот поддельный флакончик духов не на речи с газом гелем новичок и при всем обилии доказательств Тереза Мэй и ее кабинет не мог оформить юридический нападение России на Британию в своем же не в международном в своем же парламенте. Но это просто унизительно. Тут на днях, кстати, Сергей Скрипаль на 9 мая позвонил своей матери в Россию и поздравил ее с праздником с днем победы над Терезой Мэй и тебе попробуй разбери что в Британии происходит вообще. Недотравленный шпион звонит своей матери и поздравляет с главным праздником страны, которую он предал и которая пыталась его отравить. А Тереза Мэй и парламент Британии в принципе не против сохранить все льготы, которые Британия имеет как член ЕС. Но не как член ЕС. Поэтому я говорю что очень все запутано там в Британии конечно же. Так что мы имеем то что мы имеем как говорил Кравчук в реальной жизни побеждают не Джеймсон и Бонды и даже не Сергей Брилев агенты с двумя нулями а Питабрасы из ГРУ Петров и Баширов эх я когда еще стала премьер-министром Британии сказал уж лучше наш ну в каком смысле наш еще пока неизвестно Борька Джонсон чем это Фифа на зеленых каблуках я открою большой секрет Терези Мэй чтобы быть лидером нации недостаточно хорошо делать свои дела и даже спасать скрипалей от пресловутой русской агрессии а надо быть душой компаний харизматиком где-то где-то публику посмешить поюмарить а где-то и пригрозить войной вот пусть лучше мы учатся у Зеленского как надо юморить и такой человек есть который умеет юморить в Британии юморить который умеет смешить людей и может возглавить кабинет министров Лондона это конечно же как я уже сказал Борька Борис Джонсон который за словами в карман не полезет и это нравится многим британцам и дело здесь не в позиции по Брекситу и не и не в непригибаемом парламенте а в том что Мэй не хочет быть Горбачевым лидером страны который допустил распад той страны которую и управлял я поздравляю политолога Александра Некрасова в Лондоне с тем что он добился своих целей в Британии так что может смело сверлить себе в почему-то у меня тут написано в краденый не знаю почему в краденый костюм генеральские погоны может смело сверлить в краденый костюм генеральские погоны службы внешней разведки Терезу Мэй как бы она не рыдала о том что она уходит с поста премьер-министра мне не скорочки не жаль мне жаль Юлю Скрипаль очаровательную русскую девушку красивую бабу которая оказалась в водовороте шпионских и политических страстей с риском с большим риском для своей жизни и для жизни своего отца Тереза Мэй до того как стала до того как стала мальчиком для битья и для того как признала что она неудачный премьер-министр была главой МВД Британии так что прав был Артур Конан Дойль еще в 19 веке описав всю тупость всю никчемность и ущербность британской полиции еще того времени а сейчас и подавно а рыба как известно гниет с головы вообще женщина полицейский а тем более глава полиции которая стала премьером это бррр такая за любую ссору может упечь лет на 20 с конфискацией понятно почему Терезу Мэй не любили все в Британии когда она стала премьером люди все припоминают ей и ничего не забывают как МВД Британии профукла много терактов премудром руководстве Терезы Мэй и обрамолись еще вдобавок она вынудила покинуть Британию и продать Челси позор Терезы Мэй даешь Борьку Борьку на царство в Британии сейчас где-то там в Букингемском дворце перепихнулись я хотел сказать позоверить на меня что-то мысли про про секс ну ну а кто вестям в субботу задала вот это вот ветеринка БДСМ школьников во Владивостоке а что дальше интересно будет Оргия на экзаменах вот такие вот стандартные стандарты современного образования переходим к другой важной теме для тех кто уже закончил школу ограниченно негоден Минобороны готовы ужесточить правила призыва в армию я кстати поздравляю всех тех кто откатил от армии в этом году в весеннем призыве а те кто будут сражаться с системой принудительного забирания войска и ограничения личной свободы осенью тому я желаю ни пуха ни пера вот только не надо мне говорить про воинский долг и про то что не служил мне мужик и то что то что понимается под защитой родины это выполняют сейчас контрактники в российской армии и то не везде а срочники в армии России сейчас де-факто на положении рабов они занимаются чем угодно мытьем полов подметанием воинских частей метлой банальным выростом илсгильдяйством когда их офицеры далеко но только не огневой подготовкой не отзам ведения поля в городской черте и в сельской местности что важно для защитника родина твою мать он как будет защищать родину когда ему дают автоваз а он даже даже не понимает что делать и куда идти если на него будут танковые дивизии наступать в армии сложников держат за рабов тут я кстати смотрел канал тестостерон топ очень рекомендую вам и на канале тестостерон топ проводили такие параллели а ну что этот самый в армии более честное рабство чем в жизни в жизни для тебя начальник это бог а в армии для тебя бог это твой командир так то оно так но есть одно отличие в гражданской жизни ты сам можешь выбрать тебе работу можешь сам уволиться если тут тебе что то не понравилось или ты разругался с начальством а если ты разругался с офицером ты получишь люлей тебя в худшем случае упекут в зизбат ну точно ты не уволишься из армии и поэтому рабство именно в армии больше чем где-либо на работе в России на гражданской службе срочник сейчас в армии это раб для команды на уния части и он скорее за службу 150 раз будет драй толчок чем засовывать патрон в патронник своего автомата так что же для рабов то есть для срочников призывников изменилось в этом году ну во первых изменилась процедура проведения самой медкомиссии в инкоматах теперь врачи будут дважды в год перепроверять здоровье призывников если например весной 2019 года тебя признают негодным к службе то уже осенью того же года спустя каких-то три месяца ты уже фига и можешь быть здоровым в кавычках для прохождения военной службы официально это делается для контроля за заключениями медкомиссии военкоматов но неофициально мы с вами прекрасно понимаем что если раньше ты давал взятку один раз в жизни и тебя признавали негодным на срочную службу то теперь надо давать взятку два раза в год чтобы тебя признавали негодным Минобороны кушать тоже надо а то все деньги уходят на Сирию до Насилию все эти все это усложни теперь жизнь инвалидам которые если раньше один раз доказывали что они не верблюды а теперь будут доказывать два раза в год так теперь появится процедура восстановление заключения медкомиссии теперь военкомат теперь военком может иметь право подставить заключение медкомиссии под сомнение а под сомнение по отношению к одному как сказать абертуенту вот так назовем то есть к одному представленнику военком может составлять неограниченное количество раз сомнение медкомиссии то есть ты прошел значит медкомиссию один раз весной второй раз осенью все нормально ты негоден третий раз прошел ты негоден а на четвертый раз тебе военком уже скажет нет теперь ты годен теперь ты годен я подставил все под сомнение или допустим сразу ты негоден а военком говорит ты годен ты идешь в суд доказываешь что у тебя допустим там нет одной ноги а потом приходишь с заключением суда к военкому а военком имеет право вновь подставить под сомнение в заключение медкомиссии а как вам это нравится то есть в любом случае даже инвалидов при такой организации будут забирать войска да ну и мы сейчас разбираем как бы жесткие причины не служить в армии а относительно мягкие диагнозы такие как плоскостопие вот что с этим будет вот например у тебя плоскостопие или шизофрения то тебе не говорят то тебе не ставят тебе не будут теперь ставить отметку что ты негоден теперь тебя будут отправлять в больничку в специальную в реестр в больничку которая будет прислуживать министерство министерство обороны там ты будешь проводить три месяца до следующего призыва и тебя будут тебе будут делать вид что тебя лечат а на самом деле просто насильственно тебя будут там держать в больнице и потом тебя военкомат будет призывать возят ну то есть вот например ты пришел со справкой о том что ты шизофреник и тебя с мозгами не все в порядке к военкому а военком говорит ну тогда мы тебя под белые ручники скорая приезжает к военкомату увозит пациента клиента в психиатрическую лечебницу там его держат но ровно три месяца не больше до следующей призывной комиссии потом уже отправляют в военкомат а военкомат говорит все ты излечился ходим а то есть для тех призывников кто зашел в этот самый военкомат уже не будет такого варианта что ты вот вышел со справкой о негодности и гуляй смело с военным билетом нет такого уже не будет либо скорая и больничка либо сборочный пункт и здравствуй я привет войска так что я не даром советовал выпускникам школы которые устойили бдсм вечеринку все таки валить из рашки а то ведь призовут призовут в армию а войска заставят в добровольно принудительном порядке написать контракт с министерством обороны о том что я согласен поехать в Сирию поддержать Башара Асуда так все эти изменения поправки в закон в закон о воинской службе нужны для Шайгу лишь с одной целью иметь больше рабов больше строителей генеральских дач чем было в прошлом году особенно хитрожопых срочников добровольно принудительном порядке отправить горячие точки да дача показывая перед Путиным какая великая армия России что она воюет с пиндосами и в Сирии и в Венесуэле где как нас заявляет Путин аж 200 раз разгромили ИГИЛ и 150 раз спасли Мадуру от народного гнева одним словом больше рабов на плантациях Дона Пу будет в этом суть реформы призыва на военную службу вот такие вот изменения еще раз давайте перечислим значит теперь военком имеет право неограниченное количество раз ставить заключение медкомиссии о том что ты инвалид и не можешь проходить срочную службу под сомнение с вытекающей тебя повесткой на сборочный пункт уже не на призывной а на сборочный и второй момент даже если военком не сомневается в твоем диагнозе тебя будут отправлять в больницу где будут делать вид что тебя вылечивают и держать тебя насильственно три месяца то есть вместо того чтобы отслужить годик ты фактически будешь служить год и три месяца где из этих трех месяцев ты будешь лечиться да вот такие вот изменения в закон готовят так что всех тех кто получил повестки в этом году я призываю не ходить на призывной пункт а всячески скрываться например в Белоруссии или в Украине вот мясо 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 для Сирии вот оно вот оно вот эти три парня или для Венесуэлы или для или в Украине я не знаю куда их распределят но то что им будет не сладко это уж точно сколько у нас есть еще пять минут пять минут да да беспрецедентный случай парламент Австрии вынес вот он недоверие правительству канцлера Австрии Себастьюну Курцу и ему самому такое решение было принято впервые со времен Второй мировой войны официальная версия парламент недоволен тем что Курц не счет нужным вступить в диалог с оппозицией по поводу проведения досрочных выборов в парламент Австрии и вышел таким образом за пределы своих полномочий поскольку Курц взял на себя всю ответственность за правительственный кризис в Австрии обещав решить этот кризис но че правительственный кризис это когда не может исполнительная власть договориться с парламентом законодательной властью по поводу различных решений и назначений в кабинете министров на ту или иную должность тех или иных лиц но самое интересное это неофициальная версия отстранения Себастьяна Курца от власти депутатов австрийского парламента просто взбесила публикация в австрийских СМИ в видеозаписи датированные 2017 годом на которых глава партии которая принадлежит Себастьян Курц она называется австрийская свобода Хайнц Штрахе и его верный заместитель Йохан Гуденус разговаривает с русскоязычной женщиной добавлю шпионкой Московии во время отдыха на Ибице помните да Ибице помните да Ибице Ибице сердце стало чаще оно попробовало свое счастье теперь понятно о чем и о ком записан хит фильм с Колей о российской шпионке которая соблазняла председателя партии австрийская свобода которой принадлежит канцлер Австрии на Ибице Гуденус Штрахи и наша условная Наташа Романов обсуждали условия взятия под контроль российскими спецслужбами австрийской газеты Карен Зайтунг А в обмен на это Наташа гарантировала от Москвы помощь партии австрийская свобода и обещала 30-40% на выборах этой партии как она сама сказала если возьмем газету под контроль то у нас будет преимущество как тут не вспомнить ленинское изречение надо брать телеграф и телефон в первую очередь прошло 100 лет и у московских чекистов стратегия не поменялась и так после этой видеозаписи Себасин Курц и его партия во главе Штрахи набрала после результатов этих переговоров Себасин Курц и его партия набрала вот так совпадение 30-40% голосов в парламенте как и обещала наша шпионка оттуда можно сделать вывод что австрийская газета была о которой велась речь на этой скандальной видеозаписи которую я не имею права показывать вам все-таки эта самая австрийская газета была взята под контроль российскими спецслужбами и вот после выборов еще тех 2017 года Себасин Курц стал от чуда ездить в Москву и встречаться с Путиным продвигать интересы строительство газопровода русский поток 2 в Европе и его чудо чудное диво дивное Путин тоже наведался в Австрию и танцевал на свадьбе с головой МИД Австрии и невестой по совместительству Карой Кнассель я тогда еще удивился ну окей Путин с госвизитом в Австрии ничего необычного но Путин глава России которые приезжают только на свадьбу фактически в качестве тамады это как-то странновато для лидера великой страны не находите и теперь ясно что приезд на свадьбу это лишь операция прикрытие что на самом деле Кремль хотел скупить по примеру этой австрийской газеты которые которые взяли под контроль и обеспечили победу Себасину Курцу на выборах Кремль хотел скупить все австрийские СМИ и все австрийские газеты и для этого Путин тогда наведался в Австрию но в итоге у него ничего не получилось потому что он наведался туда не только с целью скупить все австрийские СМИ которые бы продвигали интересы и мировидения Кремля и Путина а еще для ссоры Австрии с Германией ну Путин просто захотел что подумал подумал Меркель ага поддержала Украину против нас а почему бы мне не поддержать Себастьяна Курца австрийского лидера против Меркель тоже ведь рядышком с Германией как Украина рядышком с Россией почему бы и нет ибо как Германия не зависела бы от российского газопровода все равно Меркель проводит по американскую политику и вот эта вот самая шпионка на видеозаписи под условным именем Наташа Романов на той встрече с председателем партии австрийской свободы штрахи представилась племянницей олигарха из России какого олигарха Игоря Викторовича Макарова владельца нефтяной компании Тера в реальности конечно никакой племянницы у него нет это я проверил по своим каналам так что это все было часть легенды часть спецоперации СВР в 2017 году и в 2018 году в Австрии но благодаря действиям немецких разведчиков благодаря действиям американских разведчиков нашла коса на камень и видеозапись с соблазнением штрахи попала в руки парламент Австрии и вынудила это самое видеозапись скандалом секс скандалом уволиться Себастьяна Курца давайте-ка не буду я вновь там отсылать вас к мстителям назову реальное имя этой самой шпионки с латвийским паспортом русскоязычным это некто Алена Макарова имя тоже может быть как и фамилия вымышленная а паспорт кстати латвийский у нее настоящий ну чем же вам не прикрытие для шпионки из России латвийское гражданство так еще представилась племянница бизнесмена Макарова чем вам не легенда сотрудницы СВР так еще с такой фамилией как Макарова который нам намекает на имя конструктора Макарова который изобрел свой знаменитый пистолет это тонкий троллинг со стороны службы внешней разведки России это их сфера деятельности политическая разведка а политическая разведка политическая спецоперация России с лидером с лидерами партии австрийская свобода тут налицо и почему значит уволился так курс а потому что парламент признал потому что парламент знает что его фактически завербовала российская разведка все просто раз два три четыре потому что лидер партия австрийская свобода начальник курса штрахи устроил трах опять трах с российской разведчицей вот такая вот алена макарова вчера была проститутка а сегодня резидентутка в австрии операция получилась российские спецслужбы взяли под контроль австрийские газеты и обеспечили победу Себастьяна курса на выборах в 2017 году и как всегда бывает расслабились подумали дело сделано ну что теперь эти американцы там у них голова другим болит ну что немцы они больше не украину обращают а все таки все таки скандал в ходе естественного предательства может быть все таки выпал нарушу так что отчуда вывод Путин такстичный актив даже тот кто встречается не с ним а с представителем страны которую он возглавляет может быть может быть нагло и цинично опозорен Себастьян Курц Акан хоть он и не принимал участие в воргии с русской разведчицей все таки написал заявление об отставке и сделал полный Себастьян А вот Штрахер все нипочем ну занялся любовью с русской разведчицей и хоть его канцлера от его партии отстранили от власти но сам Штрахер пока еще не потерял пост лидера партии вот такие австрийские секс шпион скандалы вот так вот все еще есть две минутки у нас есть еще две минутки стоят прекрасная погода я нахожусь в своем родном городе Самаре и у нас очередной митинг против мусорной реформы я сам сейчас сделаю вам комминг аут не уношу мусор а выкидываю его через форточку так быстрее и честнее хоть и грязнее да что же еще вам такого же рассказать ну вот Самара замерла в ожидании чем закончатся переходные матчи с Нижним Новгородом за право участвовать в высшей футбольной лиге России в следующем году сегодня на момент выхода данной программы как раз будет первый матч с Нижним Новгородом там в Нижнем Новгороде поэтому пошло пойду слушать по радио футбол включать канал матч премьер сегодня да и еще то о чем мы с вами забыли я сказать почему программа выходит в субботу потому что я решил пока что временно воскресные передачи такие как вести вести недели и радуйся Зиналову пока не трогать а попытать свое счастье в субботних эфирах ибо я не иудей как Соловьев я но если не христианин то близок к этому все пока Продолжение следует...